Часть семян я сейчас замочу в воде. Часть семян потру немного, а самую тоненькую наждачкой. А часть семян посажу просто так, не делая ничего. Вот сейчас я замачиваю эти семена, пускай они постоят часа два. Начинаем доставать и освобождать от слизи, то есть не растение, а вот это семечко. Слизь уже хорошо поддается очистке. Чищая, мы опускаем. Они такие скользкие, что их даже сложно уловить и удержать в руках. Все пять семечек освобождены из плена. И еще раз проливаем. Накрываем ее. Убираем в теплое место. А вторую кобею я посадила в отдельные контейнеры. Потерла семечко, а наждачку. Сегодня 7 марта. Давайте посмотрим, что же происходит или не происходит с кобеей на сегодняшний день. Вот это семена. Подвергали и замачиванию, и снимали слизистую оболочку. Но никаких результатов на сегодняшний день нет. Это кобея, которую извергали механическому повреждению. То есть мы процарапали или наждачкой потерли семена кобея. Никаких ростков нет. А вот это семена, которым я не делала ничего. Но тут есть пометка профессиональные семена в любительской упаковке. Через 10 дней проклюнулись петельки. На сегодняшний день, 7 марта, вот так выглядит кобея. Возможно, профессиональные семена каким-то образом уже обработаны. А возможно, эта слизь, которую мы удаляли, действительно нужна для чего-то растениям. Сегодня 10 марта. Я решила воспользоваться хорошей погодой, солнечной. И сделать пикировку кобея. Выбрала емкости вот такого размера. Из лещины сегодня нарезала вот таких столбиков. Вот такие вот уже хорошие у нее корешки. Добавляем кобея. Сегодня 12 марта. Совсем недавно мы пикировали вот эту кобею. Полностью раскрылись настоящие листочки. Выглядит чудесно и прекрасно. Но и о ней мы сейчас будем говорить. Я вам хочу показать ту кобею, у которой мы снимали слизь. И мне показалось слишком влажный. Грунт. Я увеличила отверстие, прям ножницами отрезала уголки. И досыпала грунт, который не поливала. Сухой грунт. Лишняя влага ушла. Постояли один день. На второй день показался вот этот вот росточек. Сегодня вышли еще два росточка. И вот, посмотрите, какая петелька. Для пикировки я приготовила горшочки такого же объема. Половину заполнила их землей. Постараемся осторожненько поддеть. Так, чтобы ком земли как можно больше сохранился. Как можно больше она рушит слизу. Посмотрите, какие уже большие корни. Как она уже хочет броситься в землю. Немножко уплотнил. Обязательно обильно польем. И поставим ее не на солнечное место. От пересыхания у кобеи могут завестись вредители. Нам нужно обязательно прищипнуть ту кобею, которая уже показала четвертый, пятый листочек. Иначе мы получим одну единую длинную ветку. Листочки. Два идут симметрично. Потом идут по очереди. Вот этот уже подрос и выпустил вот такую вот ниточку, чтобы зацепиться за опору. Он уже опорой зацепился ниточкой вот этого листочка. А вот этот листик вместе с опорой нам придется удалить. Как бы это было ни жаль, ножничками удаляем. Сегодня 3 мая, я решила несколько штук кобеи высадить в грунт. Она уже настолько разрослась, что имеет по 3, по 4 побега, которые очень сильно между собой срастаются и цепляются за соседние. Смотрите, какая хорошая корневая система. И сейчас я ее высажу в грунт. Одна кобея вот уже переехала. Вместе с земляным комом, с корешком, вместе со стоечкой. Кобея высажена. Теперь я ее обильно поливаю. И с другой стороны делаю то же самое. Сегодня 8 мая. Я продолжаю высаживать кобеи в грунт. Распускается кобея зеленым цветком, который потом проявляет свои голубые прожилки, а потом становится темно-сеным. Ладон. А это будущие цветы. Эти коробочки говорят о том, что цветы здесь уже отцвели. А вот этот. Вчера еще был зеленый. Сегодня он нежно-голубой. А завтра он будет ярко-синим. Почти такой же, как вот этот. Который, к сожалению, уже отцветает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok